Продолжение следует... Участие в обсуждении принимают сотрудники ученые-историки, преподаватели высшие средние школы, депутаты разных уровней, представители молодежных организаций, учащиеся. Это позволяет нам рассмотреть проблему, тему, выданутую на обсуждение сегодняшнее, выпукло и глубоко. Рассматриваем историческое образование как одну из стержневых систем во всей образовой и воспитательной системе. Несмотря на многолетние разрушительные реформы, отечественная система образования в России жива и надеется на лучшее. Мы все здесь присутствующие, а прежде всего дороги нашей страны, от Москвы до далекой глубинки, многое сделали, чтобы сохранить мощный, уникальный фундамент советской школы, поддержать лучшие традиции, обеспечить тем самым достойным будущее нашей Родины и ее новым поколением. Для сбережения великого наследия русско-советские школы немалую роль сыграли патриотические силы. Борьба за образование была крайне необходима все эти 30 лет. КПРФ и наши сторонники всегда стояли на пути перекройки образования России по лучшим западным леканам. И смотря на либеральный шаг в 90-х годах и на сегодняшние усилия пятой колонны, наше образование не утратило тех начал, которые закладывались благодаря Магнинскому, Романосову, Пушкину, Толстому, Ужинскому, Новогодскому, Макалину, Суховыринскому. Мы никогда не мерили со снижением качества отечественного образования, с попытками разорвать обучение и воспитание, с разрушением таких сложных, так много и трудно глубоко выстраивающихся в предметных связях. Они, кстати, очень важны. Важны преподавания всех дисциплин, в том числе истории, литературы, биографии, общества, знания. И говоря сегодня об историческом образовании, мы должны понимать, что оно не сходится только к урокам истории. Разве в курсах физики, например, не должно говорить о фигуре Ломаносова? Разве в курсе химии не следует говорить о фигуре Неделеева? Разве в биологии при ее изучении мы не должны вспоминать о вкладе Павлова и Мичурина, об их эпохе, об их имени, об их роли в науке? Антисоветчики Русофуку долгие годы под завесой общечеловеческих ценностей продвигали собственные, в воззрении собственные подходы. Настойчиво забывали, например, о главном ответственной связи патриотического и социального в творчестве Пушкина, Лермонтова, Тургинева, Толстого, Достоевского, Вольгова, Клейковского, Есенина, Жолкова и других авторов. А когда о них и говорили, то либо вывегали на первый экран лирику авторов, к чему их творчество точно не сводится, либо это уже и провозглашали то и перцами, то пропагандисты и тоталитаризм. Сам темный тоталитаризм активно навязывался, навязывался вопреки его ненаучности, вопреки искусственной сконструированности его для того, чтобы участвовать в пропагандистской войне Советским Союзом и уравнивать Виктора и Сталина, фашистскую Германию и Советских Союзов. У мы школьников и студентов засоряли непотребщины, сволженеца, на дождь его, Коконова, некоторые вообще тащили в студенческую аудиторию и школьные классы о мерзости и резонансе убора. Одновременно Николай Оскорского, Александр Фадеева, Бориса Полевого, многие с удовольствием были готовы брать из школьной программы вообще. На данный момент российской общественности, при нашем политическом участии, удалось отстоять играть в школьные программы, выдающиеся произведения классикой литературы, подлинных мастеров слов. Вычислия Роман Чернышевского, что делать, поэма Некрасова, коммуну, и все жить хорошо, история дал гордо Салтыкова-Щедрина, как закорялся старик Николая Островского, Валдая, Квардия, Хадеева, военная поэзия Симона и Тронтовского, рассказы о скобочной шушене. Мы настойчиво отрасли фальсификацию истории из российских учебников, в основном убраны по негирике, во славу предателей, коллаборационистов, белого адмирала Толчака, СССР, генерала, Краснову. Более объективным стало освещение событий и великолепных периодов истории, которая, как он сказал, Глава Гриф поддержала саму по себе идею единого учебника истории. Появился в того создание. А вот могу продемонстрировать, потому что все вытертали в руках, 10-й класс, вот 11-й класс. Вот эти учебники, которыми сейчас собираются российские штуры, хотя здесь есть некоторые задержки, вопреки главным отчетам черновников из Министерства просвещения. У нас, тем не менее, удивляет, что в появлении этих учебных пособий подается финал процесса, как некая заслуга, которая позволяет авторам прощевать на лавах. Ну, конечно, чтобы согласиться не можем по многим причинам. Да, процесс начат, процесс важный, процесс трудный, но предстоит пройти его полностью для того, чтобы абсолютно выберутые необходимые страны, оценки звучали такого рода учебных пособий. Ну и параллельно. Вот у меня не только эти два учебника с собой, но и чеки. Залобок у них буквально до днях в нежных магазинах и массивных. Учебник за 10-й класс 1280 рублей. Немало, да? На соседних лодках стоят учебники, вернее, книги такого же объема, в такой же бумаге. Меньше тиражом, причем из дома, но стоит очень-то дешевле, чем стоит учебник. А учебник такой же, по его даже по форме, за 11-й класс, я вам, например, показал, на соседней лодке стоит 3620 рублей. В два раза больше. Ну, конечно, мне могут возразить, что это далеко, а в принципе школьники в наших школах через библиотеки снабжаются эти учебники бесплатно. Но все равно, кто мне объяснит? Отходы, как сена. А если кто-то хотел бы не сдать учебник, после окончания, 10-го, или армиста два, составить себе, тогда все это должно купить, никто же не оставит, нужно в библиотеке, если его сдавать. А потом, вот тогда по каким ценам живут и снабжаются учебные просмотры? А вот эти взяты с потолка или по каким? И кто тогда переплачивает такую цену? Бюджет, вот здесь переплачивает. Кто это? И когда отрегулируют? В стране, страна праве рассчитывать, что это действительно только начало пути по оздоровлению учебного процесса. В новых учебниках для 10-го и 11-го класса должно быть полными и решительными требованиями к объективному восхищению исторического пути, который прошел наш народ, с честным, по-настоящему честным, а не на 10-го иностранных успехов и взлетов в достижениях и подвигах, а причинах для удачи падения. Нынешние струки в лучшем в российской системе образования считают недостаточно. Нужно двигаться дальше, в полной мере соединить уникальные достижения советской педагогики, возрастной психологии, методик преподавания, современные, в том числе мультимедийные возможности, но нельзя забывать, что форма не может и не должна подменять содержание. Преподавание главное. Для нас справно и недопустимых до курсов литературы, Гаврил Державин, Василий Жуковский и даже Александр Кушкин остаются достоянием лишних полных средних школ. И так, не обозвращение общественности. В этой связи совершенно закономерно. Взаимодействие с Кушкинским наследием крайне важно на всем протяжении образовательного процесса у Сказа Кушкина. В начале класса Булгурского, в Средних, Дургане Негиной, Критиканта Синий, старший класс. Общие подходы, которые отражают проект федерального законного программы, который образовали для всех. А мы, Баклариус Федера, в нашей партии не раз говорили об этом со всех трекунд, не только в парламентах. Уистоком разработки этой программы, образовательного проекта, стояли номер из февраля, жилософро, хореста авторов, первый в совместении председателя Государственной Глобой профессором Буйман Иван Менников, известный и видел образовательного сообщества Олег Смолин, академия Владимир Кашин, Грой Советского Союза Светлана Саринская, координатор фракции Николай Коломейцев, представитель комитета участия всевышнего оборудования Сталина и другие товарищи. Наша программа образовательного для всех обладала в себя лучшие профессиональные практики и предложения образовательного сообщества. Она многократно обсуждена в ходе парламентских служений и группы столований. Чтобы было сделать российское образование самым рядовым, мы предлагаем первое. Создать необходимый материальный фундамент дается увеличение образования, увеличение финансирования образования до 7% от ВОП. Затраты на образование изначально рассматривая не как время для государства, как утверждают в юберальной догматике, а как самые передовые местницы в человеке, передовые перспективы. Второе. Формирование базовых принципов развития образования, основанных на идеях гуманизма, социального прогресса, справедливости, развития, научной объективности, патриотизма, считаем важнейших задач. Как и сотрудничество ученика и учителя на основе равных возможностей вне зависимости от доходов с ней. Третье. Ключевой задачей должно стать положение качества образования. Оно значительно снижено на последние десятилетия. Для достижения этой цели мы предлагаем отмену обязательной сдачи ЭГЭ и возвращение доказавших свою эффективность классической системе, классическим методикам оценки знаний. Подушевое финансирование образовательных, организация продолжения ликвидации. Далее. Необходимо разбрать единой тарифной сетки обеспечения достойной оплаты на дальнейших работников из федерального бюджета с гарантией повышения реальной заклады учителей и преподавателей вузов. Пятое. Уровень пенсионного обеспечения педагога следует проявлять государственную службу. Шестое. Стипендия студентов не должна быть ниже прожитетного минимума, при этом ее нынешний размер, который предлагает увеличить. Другой возможности для этого государственного бюджета есть нужна политическая воля. Седьмое. Развитие образования может сопровождаться проведением качественно иной информационной политики, информационно-культурной политики. На смену примитивной развлекалки в эфир дивизионных каналов федеральных государств особенно должны прийти качественные просветительские и научно-популярные программы. Зрители в нашей стране имеют полное право на доступ к отечественной группе. Не может анабора сложаться неформатом. Не могут считаться неформатом выступления концерта ансамбля Александра хора Пятницкого, ансамбля Моисеева, ансамбля песни прятых подправлений Виктора Моисеева и многих любих выдающихся коллектив ансамбля Девёска, о котором молодежи не знают именно к тому, что государство финансивые даже эти общие коллективы не берет на себя труд и обязательства дать наши подходы в секрете. Многое из того, что я сейчас сказал, было озвучено, мы напомнили об этом в заявлении председателя Центрального Комитета, который назвали «Сильное образование», «Залон Суверенитета», оно было опубликовано в сентябре месяце. Будем и дальше наставить на наших подходах, тем более, что чувствуем большую и широкую поддержку научно-педагогической общественности, родительской общественности. Сегодня хотим с вами сейча, господи.